Девочка-пай 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 И так, петанка тоже вендровала за него, потому что этот спорт был тани, повсехный и возможностей до управляющего всех, поэтому поэтому эта популярность этой петанки, игры, из которой выэволювала петанка. Так, если говорить о Польске, то здесь мы год 1958 и в этом году этот спорт был зарегистрированный в Польске, так, поэтому если говорить о наш краю, то это вообще не является какой-то такой спорт с dużой историей, но может быть, в Стецине начнет быть, вот именно дякую вам. То есть, мы говорим о традиционной петанке, потому что она, ее до Польске привезли в Реми Гранци из Франции, потому что там, в этой ситуации, есть на сильнейшее в этой ситуации грающее, и они привезли ее до Польске, и она была свои взлоты и упадки через часы ПРЛ-у, сейчас этих грающих есть значительно больше, потому что это тоже как бы лучше найти кауэк терену, потому что выстачивает пиасек. Вместе с тем, в том, что мы можем в общем-то младшим отламом, то это петанка экстремальная, которая может принять до света, который не только простых способ, но и тоже не более подстрелики под призмат старших людей, грающих в парках на поулке Франции. Это может принять немного нового духа, много новой разрывки, немного больше эмоконационной. А скажите мне еще, где можно вас встретить, если кто-то был бы интересен, как это выглядит на живо. Можно встретить вас на Плаке Миккевича, в помнике. И там в разных местах так-направдно грамы. И самое важное в нашей патанке, чтобы собрать себя в файна экипа людей. Люди, которые любят, которые любят пожартовать. Пристойных, как вidać. Пятных девочек. И так тогда нам тогда то, что есть приемлема. Экстрим Петанке так-направдно, то сами до конца не знаем, что это есть. Никогда в это не грали. То едем так познать это только. Не знаем, что нас ждет в этой ситуации. Дише видел фильм, как Белгови показывали приготовления для нашей территории. Розкопанный терен, невероятно. Какие-то велкие ciągnики, какие-то велкие копарки. Дише там фоса приготовлена. Что нас ждет? Не знаю. Не знаю. Нормально, как играют в патанке, то есть плаский терен, лучше высыпанный. Поэтому мы грамы на Миккевича. Грамы тоже на Ясных Блониах. Что там конкуренционная экипа, такая классическая, патанковая, тоже играет. Но нас в Белгии чекают прескоды, потому что засадом есть то, чтобы было рвать дальше, через прескоды, чего не есть в традиционной патанке. Была даже мова о том, что могут быть плонуне бечки или иную этого рода. То есть разные аттракции, которых тут нет. Но мне интересует, и думаю, что наших видов тоже, что вы принесли за собой. Это интересно, потому что это именно те кулы, которые служат нам для игры в патанке. Они очень тяжкие, я пробовала меня пресунуть и скажу szczerze, что не есть это латвое. Такие кулы важны от 650 до 800 грамм. Те 800 граммовые, то есть таких как я и других сильных факетов. В 650 грамме, то дети играют и тоже женщины. Каждый так на правду до патанки до своей руки эту булу. И каждый играют с разными, в какой способ в конце доходит, которая есть его odpowiedня, правда? И такими кулами ручка мы, а ручка мы до свинки. Которую тоже мы. Те же мы такую свинку. Покажем, конечно. Свинки мы две, так на правду. Это свинка, это о среднем 3 см. Такая маленькая кулка, которую ручка, как первая. И так на правду мы все пусть попробуемся до этой свинки прицелить. Как ближе быть, как я найближе ее мукохать, за всеми этими металовыми кулами. Ну и игра полега на том, что им меньше наших кул, при такой маленькой свинке, то эта дружина выгра, так? Задобаваясь соответствующие пункты. Например, если первые наши три кулы самые ближе свинки, то тогда достаем 3 пункты. И грамы до 13 на такой засаде. Простый спорт warto нечо скомпликовать, то тогда появляется стратегия, потому что мы ручим как ближе, то наши противники стараются не только до ручить как ближе свинки, но также выбить наши кулы, потому что это тоже поводит, что мы тратимы пункты. А то с дугие лета тратить. И тогда есть это просто проба показания. Мы очень интересны, как это будет выглядеть в этих ситуациях, где мы будем ручать много дальше, чем обычно, и в таких значительно более экстремальных ситуациях с прешкодами. Я надеюсь, что... Те стратегии, которые знамы нормальные с розгрыбек, можно использовать. Мам надеюсь, что еще о том нам обоведите. Мы уже, конечно, по прибытию до нас. Если нас пациенту запросите, то, что интересно, мы еще тут граем с гуры, под гуру, на ручной, как коллега вспомнил, на ручной, на ручной, так как коллега вспомнил, на ручной, на ручной. И та ilость возможностей и стратегии, которые будут вымаганы, может быть до пасована тоже до этих вариантов. То есть, как уже говорили, мы не знаем, чего там сподзевать, потому что нормальные, так как буле тоже сбудованы с разных стопов, выступают в разных, не только разную силу, но также стопами, спрэнжистостью. З того, что, например, этих спрэнжистых используются именно для выбивания. Тих таких твардых, в общем, нужно, чтобы вмещать, то, чтобы спуентовать как ближе свинки, и, возможно, оставить и заблоковать дорогу противниками. Так что, это тоже, есть это гра прецизийная, есть это что-то в родае, так для людей, которые этим не интересуют, łatво это поровнать, właśnie, до карлингов, где тоже говорится, что это шахи на лодзе, то это что-то в роде шахов на пиаску, где тоже нужно использовать стратегию, потому что, когда один ручок потратит целково изменять обличие игры. Ну так, сейчас лучше себе это все выобразить. Могли мы уже о планах, но за вами, конечно, выражения хрытативные. Так что, видишь, что спорт, как бы, улучшите немного с такой помощью другим человеком. Так, dokładнее. Рок тому, деком, срештым, тоже появились мистерства и запрошения на мистерство свято. Рок тому пробовали ОТН. Зробилиśmy такое выражение, для хосписиум гралиśmy, запросилиśmy до этого выражения różного рода реставрации штецинские. Зачемли мы собираем деньги, сделали этот турнир. Конечно, выиграла дружина, которая никогда не имела боли в руке. Это было мистерство, хотя бы были там паузаводовцы, как мне, правда? Хорошо, что мы собираемся, но мы попросили о патронат над этим выражением Петанка Экстрим, который находится в Белгии. На что президент и Петанка ответили, что это было очень круто, что вы должны быть под патронатом, но вы приезжаете до нас на мистерство свято. Ну, почему не? Ну и так началась наша ваша пригода с Петанком Экстрим. Ну, хорошо, а сейчас... И едемы очень большую экипу, мы chyba большую экипу. Ну, ваще, какую экипу? Иль этих экипу там рядом с вами будет? Есть 5 экипы, и те экипы лично по 3 экипы. То есть уже самых таких экип, самых экипы 15 экипы. Ну, плюс еще экипочка, ну, мы свято, так? Ну, как мы это тоже спелить в какой-то способ родственной, ну, то тоже заберем за собой... Ну, ваще, потому что это уже праздничный окрес, так? Так, заберем за собой дети, ну, моя церковь едет за мной, но она тоже есть заводничка. 14 лет, будет младше... 14 лет, еще не? Будет младше на заводах. Мамы как единую дружину дамскую, Целковище слошенную с комиет. То тоже вывелает спору эмоции у наших противников, у конкурентов. Но будем пиленовать своих комиет. Не позволимы там ничего сделать. Ну, и посмотрим, как это все будет там происходить. На самом деле едем доброй мысли. В петанце то не так, что кто не играл, не потравит выиграть в меции. Мы потравимы разограть в этих меции на правду много. В петанце то, что прийде какой-то вендкарь с каким-то другим панем, разогра с нами меции и выиграет. Так, поэтому все это возможно так на правду. Все это возможно в петанце. Окей, пануне, я очень хотел бы поговорить с вами еще душе, но я думаю, что нашу разговор и дальше часть пренесем потом, как уже вертите. И я очень хотел бы тогда узнать, как это все выглядит и что действительно было там тоже что-то такое огне, какие-то аттракции и какие-то... На самом деле будет что-то экстремальное, что постараемся сказать и вспомнить. В таком разе я желаю вам поводения. Я думаю, что наши виды тоже будут сильно тримали кцики за вас. Не дякуем. Ну и обе те святы были прекрасны, потому что уже уже близко. Ниха, дякую очень. Моими гостями были Артур Ратусынский, Петр Стриджевский и Марцин Матусиак. Дякую очень. До свидания. Петанка, Счетин. Я запрошу вас на короткую прерву, по которой и последний темат сегодняшнего программа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова